Ну вообще-то ребенок нуждается в контроле. Ребенок это существо еще недостаточно окрепшее, ни морально, ни физически, ни сексуально. И в этом смысле, если ребенку там с 8 лет давать полную свободу, то из него вырастет урод. Наша национальная традиция предполагает очень серьезное ограничение ребенка в так называемых правах, которые ему вредны. Эти права могут быть вредными. Пример. Ребенок залезает на порно-сайт, предположим, в 10-12 лет. Внутри него, на уровне тонких психических структур, на уровне его сознания, на уровне его души происходят необратимые изменения. Он раньше времени узнал о недозволенном, о непотребном. Причем мы знаем, что такое порно-сайт и что он там узнает. Это не просто там какая-то эротика, обнаженная грудь и так далее. Это страшная совершенно вещь, которую взрослому посмотреть неприятно. В ребенке происходит, знаете, что он может, например, потерять вообще вкус к семейной жизни. Он может стать неспособным к воспроизводству, к строительству семьи и так далее. То же самое и, например, суицидальные сайты, куда они залезают, может быть, случайно, совпадают, перещелкнуло, совпало, заклинило. И дальше с ребенком мы знаем, какой у нас сейчас уровень самоубийств в стране, один из самых высоких в мире. Например, сайты, которые затягивают в игроманию. У меня у самого много примеров знакомых, где дети залипли. Это хуже наркомании. Лечить труднее, чем наркомании. Таких угроз в интернете сейчас огромное количество вопросов. Что нам делать? Нам дать свободу этому ребенку, который еще как пластилин, он как глина. Из него еще не вылеплен человек в полном смысле ответственный за свою душу и за свое тело. Я не считаю, что, скажем, разрешить родителям куда-то залезать или что-то контролировать это решение. В данном случае я не очень уверен, что у нас этот контроль будет эффективно обеспечиваться. То есть просто большинство, я думаю, сейчас родителей в семьях, которые заняты просто прокормом семьи, добыванием средств существования, просто нет у них никакого желания следить за своими детьми. Даже если есть возможность. Значит, в этом смысле какой будет эффект, еще надо посмотреть. А вот изучить опыт некоторых стран, например, того же Китая, который вводит уже на государственном уровне фильтры на развитие самой гнусной, самой грязной, самой отвратительной, развратной части интернета и социально опасной просто части интернета, особенно для общества, которое и так уже находится в состоянии глубокой болезни психической. Вот это делать надо. Мне кажется, здесь опять-таки занижается уровень решения задачи. Несколько задач видоизменяется и палеотив выдается как решение. Для чего это делается? Для того, чтобы помойка в целом осталась. Но, скажем, доступ на помойке там на уровне семьи немножко ограничен. Что изменилось? Ребенок пришел в гости к своему приятелю, они прекрасно там посмотрели. А родителям приятеля по барабану. Что они там смотрят, где они лазят и так далее. Это не решение, с моей точки зрения. Это просто палеотив решения. Хотя, может быть, если будет тысяча таких палеотив, может и будет какой-то результат. Но моя точка зрения, что нужно государственное решение. Надо идти вслед за странами, которые уже озаботились, уже приняли определенные решения. Та же Белоруссия, тот же Китай и так далее. Изучать их опыт, внедрять, а может быть даже и опережать их. Надо защитить неопытное, неокрепшее молодое сознание от этих губительных для него, для этого сознания и для страны, потому что это наше будущее, воздействие. Это задача общественная, она наша всеобщая. И, конечно, это задача государства с его возможностями и ресурсами.